Накануне в Тарбогатайском районе сгорел жилой дом. У него обрушилась кровля. Пламя могло перейти на соседние строения. На месте работали 12 пожарных и 4 единицы техники. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность домовой трубы отопительного котла. Пострадавших нет. В Улан-Удэ разгвардейцы задержали пьяного хулигана. Дело было в БСМП. Несколько дней назад туда поступил 51-летний пациент. Там он не раз нарушал режим пребывания, а в какой-то момент начал оскорблять окружающих и даже взялся за трость. Сейчас на бунтаря составлен протокол за хулиганство. Накануне в Баргузине в ходе совместной операции СК, МВД и ФСБ был задержан исполняющий обязанности главы села. По версии следствия, он вместе с сотрудником МФЦ и местным бизнесменом занимался незаконной заготовкой леса. Один искал, другой оформлял, третий вырубал. По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений, всех преступных эпизодов и соучастников, а также размера причиненного ущерба. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Мертвые души по-бурятски. Бывший глава одного из сельских поселений Торбогатайского района обвиняется в служебном подлоге и незаконном хранении огнестрела. По версии следствия, в 2021 году он принял на должность водителя. Тот получал зарплату, но не работал. Угадайте, в чей карман падали деньги? При обыске у подозреваемого нашли нарезной огнестрел и боеприпасы. Дело направлено в суд. Помните страдающее Силонова Кижингинск? То, которым заинтересовался глава Следственного комитета России. Там были проблемы с запасами угля, потом с холодной водой, а сейчас случилась авария на теплосетях. Причиной стал свич на трубопроводе. Его пришлось скрыть. Над этим работали 4 человека. Вскоре в местной вайбергруппе написали, что в домах снова тепло. Бурятия, привет! Девушка из Бурятии стала участницей всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Ее зовут Анжелика Киселева. Она работает преподавателем по вокалу в Новой Бряне Заиграевского района. На видео она справа. Победитель проекта получит деньги на профессиональное продвижение, а также специальные призы от жюри. Пожелаем землячке удачи!